Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге пророка Изякиля и обратимся к 41 главе. Здесь в 41 главе продолжается то описание будущего храма, которое приводит Изякиль. Но без всякого сомнения разделение на главы здесь совершенно случайный характер носит. Просто это бросается в глаза. И понятно, что очевидным образом 40, 41, 42, 43 как минимум, а то и 44 главы должны составлять единый фрагмент текста. Но тем не менее, вот как есть. Итак, Изякиль дает очень подробное с цифрами описание Иерусалимского будущего храма, который воздвигнется, будет воздвигнут кем-то, каким-то образом, необсуждаемым, потому что это будет возобновление завета, это будет явление помилования Божьего по отношению к Израилю, помилования, которое начнет новую жизнь и, соответственно, новые взаимоотношения Израиля с Богом. Как я уже говорил в прошлом нашем видео, здесь поражает обилие цифр. Множество, множество слов, 20 локтей здесь, 20 локтей здесь, там расширяются комнаты настолько локтей, а в следующем этаже настолько. Цифр очень много, и они такие подробные, что давно уже, в общем, художники выполнили реконструкции на рисунках или даже на макетах, на моделях реконструкции того, что, собственно, должен был представлять собой храм из ведения Эзекииля. Вот, он значительно обширнее Соломонова храма, да, пожалуй, можно сказать, что и обширнее, и сложнее того храма, который в результате выстроили сначала Эздра, Наиме и их современники, а потом реконструировал Ирод. Поэтому точные цифры здесь, собственно, должны засвидетельствовать неотменимость ведения, того, что оно очень четкое, это не расплывчатое, может быть, когда-нибудь, а четко исполненная воля Божья. Теперь, здесь в 41 главе, собственно, говорится о святое святых, о помещении, которое внутри храма, в котором, собственно, вот должно быть место пребывания Бога. Дальше, во второй части этой главы речь идет об украшениях. И надо заметить, что, ну, в общем-то, изображение, Иезекииль описывает изображение. И на колоннах, там, по всему периметру храма, резные украшения, пальмы, ну, видимо, имеются в виду такие капители, своеобразные, напоминающие вершины пальмовых деревьев. И от верха дверей внутри храма резные изображения, херуимы и пальмы, чередуясь и у херуимов на одну сторону одно лицо, на другую сторону другое лицо. Довольно любопытно, потому что мы привыкли думать, что в послепленной, особенно религии иудеев, никакого места, никаким изображением не было и быть не могло. Однако ж в Иерусалимском храме резные херуимы, в одну сторону человеческое лицо, в другую львиное, и так они, чередуясь с цветочными капителями, вот по всему перимету храма, оказывается, само по себе это не так было непредставимо для иудеев той эпохи. В общем, обращает на себя некоторое внимание, хотя это, конечно, совершенно второстепенная деталь, совершенно второстепенная. А важно именно то, что здесь украшено, украшено, насколько это возможно, пространство, здесь будет жертвенник, здесь внутри храмового помещения тоже будет украшение, и все это будет подчинено, так сказать, сконцентрировано вокруг святоя святых, место пребывания Бога. Продолжение следует...